В этом году в Коксусском районе жилье получили 110 семей. В селе Балпахпе 60-квартирное кредитное жилье нашло своих владельцев, стоящих в очереди. Также планируется приобретение 50 жилых домов для социально уязвимых слоев населения. 17 из них уже были сданы ко дню республики, остальные до конца года. Об этом стало известно сегодня в ходе встречи Акима области, Бебита и Сабаева с жителями Коксусского района. Глава области сообщил, что в следующем году будут введены в эксплуатацию еще два 60-квартирных жилых дома. Аким области Бебит и Сабаев начал свой визит в Коксусский район со средней школы в селе Харатал. Данный очаг образования был введен в эксплуатацию в новом учебном году. Здание просторное, светлое. Созданы все условия для качественного образования. Новая школа ничем не уступает городским. Кабинеты физики, химии и биологии оснащены современным оборудованием. Сейчас здесь обучаются 97 детей. Также при школе имеется мини-центр для 25 малышей. В этом году в Коксусском районе площадь под сельскохозяйственной культурой составила 31,5 тысячу гектаров. В настоящее время ведется интенсивная уборка урожая. Намолочено 22,5 тысяч тонн зерна. В районе действуют три крупных предприятия, которые вносят существенный вклад в производство сельхозпродукции и обеспечение продовольственной безопасности. Одно из них – Коксусский сахарный завод, где в год перерабатывается 250 тысяч тонн сахарной свеклы. На сегодняшний день предприятие полностью загружено, а для увеличения мощности в 2025-2026 годах будет привлечено 29 миллиардов тенге инвестиций. В результате расширения мощность завода будет доведена до 500 тысяч тонн продукции в год. В области ЖТСУ в этом году сахарной свеклы было засеяно свыше 13,5 тысяч гектаров. Планируется получить 615 тысяч тонн сырья, в том числе в Коксусском районе 105 тысяч тонн сладкого корнеплота. Если всего два завода в этом году произведут 100 тысяч тонн белого сахара, в том числе 73 тысячи тонн из сахарной свеклы, 27 тысяч тонн тростникового, из них 57 тысяч тонн будет произведено Коксусским сахарным заводам. С начала года в Коксусском районе увеличилось поголовье скота, а вместе с тем выросло производство мяса и молока. Нагрузка на откормочные площадки увеличилась вдвое по сравнению с прошлогодним показателем. В своем выступлении Бейбет Исабаев также остановился на промышленной сфере. Объем промышленного производства за 9 месяцев составил 27 миллиардов 700 миллионов тенге. Кроме того, с начала года в район привлечено 12 миллиардов 800 миллионов тенге инвестиций. Почти половина из них приходится на внебюджетные источники. Запланировано 4 проекта по трудоустройству 45 человек. Причем два проекта уже реализованы. В районе также полностью решен вопрос питьевой воды. Количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса в районе по итогам 9 месяцев составило 4 327 единиц, которых занято более 6,5 тысяч человек. С субъектов бизнеса в госбюджет собрано 2 миллиарда тенге налогов. В рамках государственной поддержки малого и среднего бизнеса в этом году в районе субсидировано 9 проектов. В Коксусском районе из 34 населенных пунктов 26 подлежат газификации. На сегодняшний день в 13 уже привлечено голубое топливо. До конца года поэтапно будут подключены к газу еще 12 сел. В этом году на капитальный средний ремонт и содержание автомобильных дорог выделено около 2 миллиардов тенге. Социальные проблемы также не остаются без внимания. Так до конца ноября в двух населенных пунктах откроются два блочно-модульных медпункта. А в селе Каратал сдана в эксплуатацию новая школа. В целом в 2023-2024 годах на строительство, реконструкцию и проектные работы инфраструктурных социальных объектов в районе из областного бюджета было выделено 19,5 миллиардов тенге. В прошлом году на встрече Акима области с населением Коксусского района жителями был поднят ряд проблем, касавшихся восстановления спортивной площадки средней школы номер 2 имени Медеубая Курманова в селе Балпыхпи. На сегодняшний день ремонт успешно завершен. Что касается газификации села Ахшатоган, вопрос будет решен до конца текущего года. Стоит отметить, что нынешняя встреча также прошла в свободном формате. На все обращения жителей района глава региона дал развернутые ответы. В том числе и по обращению насчет отсутствия Дома культуры на станции Коксу. В Муканшинском сельском округе есть станция Коксу. Это большой аул, в котором проживают жители разных этносов. Пользуясь случаем, хотела бы обратиться от имени всех жителей станции Коксу, что нашему населенному пункту необходим Дом культуры, так как жителям негде проводить культурные мероприятия и свой досуг. Мы рассмотрим этот вопрос и в следующем году решим его. Кроме того, на встрече с главой края жителями была затронута проблема со строительством нового здания сельского акимата в селе Мусабек. Бейбет Исабаев отметил, что этот вопрос будет взят под его личный контроль, а также проблема освещения некоторых улиц села Балпыкби. Население села Балпыкби составляет 13 тысяч человек. На 40 улицах нашего села имеется освещение, а на оставшихся 28 улицах оно отсутствует. В связи с этим прошу вас посодействовать решению данного вопроса. Я с вами согласен. Наряду с ремонтом дороги и газификацией на улицах должно быть и освещение. Исходя от суммы выделенных бюджетных средств, мы должны сделать все необходимое. Это решение касается не только села Балпыкби, но и ряда других районов области. В завершении рабочей поездки в Куксусский район Бейбет Исабаев также провел личный прием граждан. Подавляющее большинство жителей обратилось к Акиму с вопросом получения жилья из Государственного жилищного фонда, а также по поводу предоставления помощи в обновлении кровли многоквартирного дома. Глава области внимательно выслушал всех граждан, а также поручил ответственным специалистам отрасли оказать содействие в решении этих вопросов в рамках закона. Елеман Турсынканов, Жархын Шынтаев, Жасулан Шынгенже, Кайрат Кастурганов, Телерадио Компания, Жетісу.